Друзья, всем привет! Сегодня видео о том, про ошибки, которые некоторые архаманы допускают, когда орхидеи помещают на наращивание корней в маховую консерву. Маховую консерву, способ, который мы сами того не желая, вдруг открыли в прошлом году, уже получается полтора года, и за это время у нас на канале пару-тройку-десяток орхидеи уже поместили в этот способ. И в 100% случаях 100% результат. Орхидеи либо наращивают новые корни, если мы это для этого сажаем, либо адаптируют, раскукливают старые воздушные корни, с которыми мы орхидею помещаем для того, чтобы они сохранились до момента пересадки. Вот на ваших глазах орхидею, которую мы поместили временно, буквально на неделю, на 10 дней в консерву эту, в маховую. А ей так это понравилось, что она не только адаптировала старые свои воздушные корни, а начала активно наращивать новые, их прет. Вот. И, значит, вот в прошлом году, когда мы это все дело увидели, я еще раз повторюсь, что спросил зрителей, говорю, ну что, оставим или пересадим? И подавляющим большинством было принято решение оставить и наблюдать, что будет дальше. Но мы на этом не остановились, вдохновившись вот этим вот результатом, мы начали еще кучу орхидеи точно так же омолаживать. Вот буквально было видео сейчас предыдущее про розету рассказывал, показывал. С пня мы ее сняли, макушку, просто не захотели ее там потрошить, ну, старую орхидею тут вытаскивать, чистить там. Макушку сняли, поместили, вот она, вот эта розета, вот она макушка, кстати, ее надо попоить. Вот. Это буквально чуть больше месяца назад было. Пень выдал новую детку, но это не главное. А главное то, что сама розета, она адаптировалась, раскуклила корни свои воздушные, которые были у нее. И потихонечку-потихонечку корни эти адаптируются к вот этой вот консерве, да, растут новые корешки. И, собственно, она чувствует себя хорошо. Вот. Сейчас мы ее еще польем в этом видео, да. Вот. Но речь не об этом. О том, в большей, наверное, степени, ну, вот, орхидея, да, которая больше года находится с корнями вот в этой консерве и не гниет, да. Хотя вот, вот она ее основание, видите, тоже тут, ну, как бы тут какие-то пятна, там еще чего-то такое, вот. И вот сегодня я хотел как раз-таки на эту тему видео снять и рассказать. Значит, смысл в чем? Смысл в том, что мы в маховую консерву орхидею помещаем не, значит, больную, не грязную. Почему? Потому что поместив орхидею с чернотой на основании, знаете, вот вытащили мы ее из горшка, допустим, увидели кучу сгнивших корней, торчат от этих, от корешков стерженьки вот эти вот тяжи, да, веламен содранный. Мы эти пенечки, иголочки, которые на основании начинаем засовывать, черноту не счистили. И после того, как орхидею помещаем в маховую вот такое гнездо, о, не гнездо, а маховую консерву, подливаем сюда воды, мох может тоже напитать вот эту всю воду внутрь, стать мокрым. Здесь повышается влажность, где основание, и, соответственно, орхидею, которую мы с гнилыми корнями, да, достали из горшка, не почистив, не обработав, не полечив. То, что произойдет вот здесь, правильно, пойдет процесс гниения, тем более, что мы добавили сюда воздуха, да, влаги. Вот все, что любят грибочки, они начинают развиваться, разрастаться, и пошел процесс гниения. И у некоторых, вот, и происходят такие непонимания, как же так, поместили орхидею на наращивание корней, у нас вместо того, чтобы орхидея начала наращивать корни, начала гнить. А это потому, что орхидею не долечили. То есть, ни в коем случае мы не засовываем больную, зараженную грибками, там, болячками орхидею. Вот, если мы достали, вот, мы какие орхидеи сюда суем? Мы сюда суем орхидеи, которые срезали макушки, которые в воздушной среде у нас находилась вот эта вот часть, да, с воздушными корнями. У нас там никакого процесса гниения, по большому счету, не происходило. То есть, мы не усугубляем, достав из горшка орхидею, да, ставим ее в маховую вот эту вот консерву для того, чтобы нарастить корни. Мы наращиваем новые корни у омолаживаемых макушек. А если мы хотим поместить орхидею вот в такое доращивание, которое мы достали из горшка, то мы должны весь низ зачистить. Вот сейчас я вставлю фотографию, одна из зрителей прислала фотографии, сказала, вот, орхидея была, там, все было хорошо, цвела, начала пересаживать, обнаружила, что корни гнилые у нее, ну, и решила, вот, почистила там что-то как-то, и решила эту орхидею поместить на наращивание вот в маховую эту консерву. В итоге получилось, вот, посмотрите, фотография, что мы видим? У орхидеи только макушечка живая, да, и здоровый снизу пучок основания корневой, да, с куском цветоноса, там, еще что-то такое, корни, то есть, все такое черное, гнилое. Это, конечно, ни в коем случае с такой корневой системой, остатками, точнее, корневой системы, ни в коем случае засовывать в маховую вот эту вот консерву нельзя. Нужно все это дело сперва почистить, убрать механическим способом, зачистить. То есть, вы же видите, какие мы сюда засовываем орхидеи в каждом видео, где мы это делаем, мы все почищаем, все убираем лишнее. И, значит, для тех, у кого возникают сомнения, что орхидея там будет гнить или не будет гнить, мы разработали вот новую вот такую вот фишку, где отсекаем саму орхидею основания, да, от маха, который, может быть, намокнет, да, и станет влажным, мокрым полоской пеноплекса, не пенопласта, а пеноплекс, это такой строительной отрасли взято, да. Еще много, там, 100-500 лет назад мы на канале, когда ставили орхидеи, вот такие вот, как автор прислала фотографию свою, да, вот подобные орхидеи с отгнившими корнями, мы ставили в маховые гнезда, в маховые гнезда, таким образом, чтобы вот эти вот кочерыжки с остатками корней не касались мха, а под эти маховые, а под эти кочерыжки ставили вот такие вот куски из пеноплекса, либо из пеностекла, это материалы, которые на себе не удерживаются на нем, на поверхности грибки, на пенопласте, да, удерживаются, а вот на пеноплексе, вот этот строительный, который применяют в влажной среде, там и фундамент утепляют, и в влажных комнатах, в ваннах, в подвалах тоже стены облицовывают, то есть он не боится сырости, не сажает на себя грибок, не разлагается ничего, то есть материал идеальный для вот применения в наших увлечениях в орхидейном, да, либо на него ставить основание орхидеи в кашпо для наращивания корней, чтобы потом водичку налить, либо вот как мы сейчас сделали, отсекли от мха, возможно влажного в будущем, да, само основание, чтобы вот влага не переходила и не давала возможности развиваться грибкам. И вот еще раз обратите внимание, что мы помещаем орхидеи на адаптацию или рост новых корней с чистым основанием, посмотрите, здесь у нас нигде нету никаких грязных пятен, никаких гнили нету, то есть это верхняя макушечка, которую мы срезали. А для наращивания корней орхидеям, которые мы достаем из горшка, у которых низ весь в гнилье, в слизи там какой-то, еще их нужно сперва все зачистить максимально, убрать механически, там, пинцетом, вот, секатором, вот таким вот скальпелем, да, все это дело убрать, чистить до чистоты. Затем, если орхидея болеет и у нее гнили, скажем, листья отгнивали, корни гнили, то нужно пролечить. Я не знаю, каким, одним, двумя фунгицидами, которыми есть у вас там в аптечке вашей, либо в магазинах, и только после этого, как вы избавились от гниения, отгнили, все это время орхидея у вас стоит в пустом, сухом, кашпо, либо горшочке, только после этого, когда вы убедились, что процесс остановлен, после этого помещать орхидею, она подсушилась, да, вы ее там припудрили, допустим, там, древесным углем, вот, дезинфицировали, да, там, куркумой или корицей, и только после этого ставим вот такой вот пеноплексовой отсечкой в моховое гнездо. Не суем ни в коем случае орхидею, только что вытащенную из горшка, с процессом гниения, не засовываем ее в мох с фарном. Мох с фарном, конечно, обладает некими, ну, как сказать, антисептическими свойствами, но в таком масштабе, чтобы погасить гниение кочерыжки, он этого не сделает. Вот, если идеально вообще говорить, то лучше подобные орхидеи, которые достаем из гнилья, лучше помещать не в мох, не в органические материалы, да, а в неорганику. Вот, например, как вот эта вот орхидея, здесь она у нас керамзит, здесь циолит цветочный, да, и серамист, то есть поместили тоже когда-то с отгнившей кочерыжкой орхидею выхаживали. Эта орхидея была поражена вирусом. Это та орхидея, которая были круги, помните? Вот, и вот постепенно-постепенно она у нас еще с корнями были проблемы, и орхидеи вот потихонечку выходили, но мы ее привикуром обрабатывали пару раз точно, и оставшуюся кочерыжку, корневую отгнившую, сгнившую, мы поместили вот в такую вот посадку в неорганику. И вот наращивает корни прекрасно, уже давно можно доставать отсюда, но вот держу ее как пример. Показываю периодически при каждом удобном случае эту орхидею. Вот, есть еще одна, да, тоже, ну, корней пока сквозь цветочный циолит не видно, но тоже с пустой гнилой кочерыжкой мы ее посадили, нарастить успела она уже два вот этих вот листика, еще один, вон он у нас в процессе идет, то есть орхидея живет и по всей вероятности там наращивает, наращивает корешки. Вот, вот такое, значит, ну, не знаю, опять же предостережение или совет, что, вот знаете, как, я не знаю, вот выдергивают какие-то вещи из общего контекста, да, и раз, и пытаются там куда-то вставить, значит, маховая вот эта вот консерва, она не для наращивания корней орхидеи, которую мы достали из горшка, еще раз, которая больная, там, кривая, косая, гнилая, ее нужно лечить. Вот, уж после того, как полечили, срезали все лишнее, все гнилое, почистили все, подсушили, только потом, вот, засовываем. Маховая вот эта консерва, она не лечит, вот, это не для лечения, это для стимуляции роста новых корней, раскукливания старых, вот, видите, да, но, чтобы ее туда посадить, нужно орхидею вылечить, вот, чтобы она чистенькая была, не больная, и тогда, вот, как по примеру, вот эта вот красотка уже более, более года у нас тут находится, растет, орхидея будет наращивать новые корни, сами все видите, да, и радовать вас, вот, ну, а вы других, смотрите, как корни прут прям, вот, со всех этих прям, смотрите, как ей нравится, так, палить хотел, да, палить, теперь нужно подлить водички, вот, водичка у меня отстойная, на дне, видите, я бросаю сейчас, вот, тогда не бросал, вот, и это не мешает расти корням орхидеи, вот, смотрите, как там уже все заросшено корнями внутри, смотрите, новые, 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 раскукливаются, растут, видите, тоже тянутся вниз, видите, уже мох, кстати, смотрите, полосками зарос, зарос это в водоросли, друзья, это водоросли, это не мох уже, это водоросли, сверху я мох присыпал корой, чтобы он меньше зацветал, вот, но это уже водоросли, и орхидеи в этом, смотрите, как хорошо растут, вот, вот, так, ну, подолью немножко воды, вот, на дне здесь у меня, у нее находятся древесные угольки, и, так, вот, так вот, на дно, прям, буквально, вот, ну, два сантиметра, вот, два сантиметра воды, какая-то сейчас вода впитается мхом сюда наверх, ну, ничего страшного, здесь у нас, видите, отсечки нету, вот, пеноплексовый, но она нам и не нужна была, потому что до этого у нас нигде ничего, никакой орхидеи, орхидеи не гнили, но для тех, кто сомневается, вот, применяйте вот такую вот отсечечку, вот, ну, и, собственно, все, вот, еще раз хочу резюмировать тему сегодняшнего видео, что самое главное, ошибка, которую допускается при постановке орхидеи для наращивания корней орхидеи вот в маховой этой консерве, да, неважно, маховая консерва, либо это маховое гнездо, либо там это просто на керамзит, или просто в пустую емкость с водой, это то, что орхидеи ставятся здоровые, вылеченные от гниения и болезней, потому что пока вы не вылечите никакой процесс, никакие новые корни не будут расти, орхидеи будет погибать, вот, поэтому применяйте средства, ну, у нас есть на канале плейлист, плейлисты, это полезная химия для орхидеи, подборочка, это и болезни орхидеи, подборочка, там все подробно, в видео можно найти, какие средства применяются, как и при каких ситуациях, все, друзья, всем хорошего настроения, до встречи в следующих видео, всем пока, пока, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,